Всем привет дорогие друзья, с вами я Макс и сегодня я вам расскажу о том, как сделать jailbreak iOS 7.1.1 или iOS 7.1. Погнали! Для начала давайте сделаем резервную копию вашего устройства. Все должно пройти гладко, но на всяких случаях сделайте резервную копию, чтобы потом не было мучительно больно. Обязательно ее сделайте, я ее уже делал, потом я ее отменю. Так что давайте. Будем делать jailbreak с помощью китайской программы под названием pangu. У нас она все на китайском, но у нас есть одна черная кнопка. У нас вылезает инструкция, как перевести время в iOS. Надо перевести на 2 июня, не позже, точнее не выше. Наоборот, можно чуть дальше перевести, но это как у вас есть желание. После того, как вы перевели время, что вам нужно сделать? Вам нужно закрыть эту программу. То есть вы на айфоне перевели время на 2 июня, допустим. Вы закрываете эту программу на своем компьютере, точнее ее перезапускаете. То есть вы сейчас ее закрываете, опять включаете и по сути у нас должно быть сейчас все хорошо. Вот сейчас я это сделаю. То есть, ну я хотел вам показать полностью инструкцию. Но ничего сложного нету. Надо отключить еще автоматическое обновление времени, или как это называется, автоматический выбор часового пояса. Обязательно отключайте и переводите время на 2 июня. То есть это обязательно надо сделать, иначе у вас просто не получится сделать желудрейк. А тут уже будет, конечно, плачевно все. И вот я перезашел, как вы можете видеть, процесс пошел дальше у вас. После того, как у вас дойдет вот такого процессора, у вас появится эруэк этой программы на рабочем столе. Вы должны зайти в эту программу, и у вас процесс пойдет дальше. То есть процесс желудрейка продолжится. Не пугайтесь, если устройство перезагрузится или еще что-то, все так и должно быть. Но мы это сейчас рассмотрим все в отдельности. Так, у нас устройство перезагружается, как вы можете видеть буквально. То есть устройство перезагружается, и все хорошо. И в финале у вас должно обязательно быть вот несколько вот таких вопросительных знаков. Как видите, несколько вопросительных знаков и восклицательных знаков. И дальше, как видите, я дальше проверю, покажу вам уже Сидио и iOS 7.1.1, все, что у меня стоит. И тут я уже, наверное, попрощаюсь. И пишите, кстати, в комментах, почему вы поставили джевбрейк или поставите, или вы вообще... Я лично, когда узнал о том, что вышел джевбрейк для iOS 7.1.1, сначала не поверил просто. Потом я проверил, что это реально так. И я просто, знаете, из беты скочил сразу же... С iOS 8 бета 2, я пользовался iOS 8 бета 2. И iOS 7.1.1 вообще, можно сказать, практически месяц не видел, не слышал. И просто сразу же скочил, потому что iOS 7, ну, с джевбрейком, это вообще просто мега огонь. Ну, думаю, тут все. С вами был я, Макс. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Комментируйте, пишите в комментах, то, что поставили вы себе джевбрейк или нет. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok